В Кыргызстане предлагают ввести хирургическую кастрацию педофилов. Законопроект в первом чтении одобрили в одном из комитетов парламента. В Кыргызстане хотят ввести хирургическую кастрацию педофилов. Законопроект одобрил комитет парламента страны. Согласно документу, виновному в насилии над детьми будут удалять половой орган. По словам автора закона, Улана Бакасова педофилы заслуживают смертной казни. Но так как она в Кыргызстане запрещена, он предложил ввести хирургическую кастрацию. Согласно документу, основанием для операции станет решение суда, которое будет приниматься на основании заключения комиссии врачей-психиатров. Они должны будут подтвердить, что осужденный действительно страдает педофилическим расстройством. При рассмотрении законопроекта несколько депутатов заявили, что хирургическая кастрация противоречит Конституции, поскольку ее можно отнести к пыткам. Парламентарии предложили вместо нее максимально увеличить срок наказания за педофилию. Никак не оправдываю насильников, никак не оправдываю тех лиц, которые совершают данные преступления. Но, к сожалению, мы должны понимать еще и то, что есть наивысший закон, это Конституция, и у нас есть еще то, что мы являемся участниками, подписали международные соглашения. Это международный пакт по правам человека. В Конституции четко прописано. Это не наказание, а лечение. Почему мы должны думать о педофилах? А что с детьми, которые через это прошли? У них сломаны судьбы. Кто даст гарантию, что педофилы отсидят 15 лет, выйдут и перестанут это делать? Против хирургического вмешательства также выступили замгенпрокурора, омбудсмен и представители правительства. Однако по итогам голосования инициативу все же одобрили в первом чтении. Для того, чтобы закон заработал, он должен пройти все профильные комитеты и три чтения на пленарном заседании парламента. Генпрокуратура Казахстана не нашла виновных в пытках кыргызстанцев Викрама Рузахунова и Чулпомбека Сыдыкова. Уголовное дело приостановлено. Об этом сообщает издание «Телькэспекжог» со ссылкой на надзорный орган страны. В сентябре прошлого года Викрам Рузахунов во время поездки в Казахстан опознал полицейских, причастных к его пыткам и незаконному задержанию. Кыргызстанского джазмена Викрам Рузахунова задержали в Казахстане во время январских событий и пытали сотрудники полиции Алматы. Силовики заявили, что музыкант – погромщик, который приехал в город для участия в митингах. После общественного резонанса и вмешательства властей Кыргызстана Рузахунова отпустили. На родину он вернулся с переломами ребер и сотрясением мозга. Другой кыргызстанец Чулпанбек Сыдыков находился в Алматы на заработках. Его также задержали в январе прошлого года и жестко избили сотрудники полиции. Они сломали ему ноги, ребра и довели до сотрясения мозга. Чулпанбек полгода был прикован к постели. Ходить мужчина начал только спустя год после перенесенных пыток. И вот как только что стало известно, адвокаты Рузахунова проверили информацию о прекращении дела по факту пыток в отношении музыканта. По их словам, расследование дела продолжается. В городе Гесар прошли похороны еще одного убитого в Украине таджикистанца. Гроб с телом 27-летнего Зульфикора Мухединова привезли из Москвы в Таджикистан три дня назад. По словам родственников погибшего, Зульфикор Мухеддинов полтора года провел в российской тюрьме. В октябре прошлого года он перестал выходить на связь с семьей. Его дядя утверждает, что племянник не рассказывал никому о том, что он собирается ехать на фронт. В 2019 году он уехал работать в Россию. Где-то год он проработал на стройке в какой-то фирме. Но мы точно знали, что он работает. Позже он связался с какими-то ребятами. Мы точно не знаем, с кем его задержали за наркотики. После этого я потерял связь с ним. И вот три дня назад нам позвонили из России. О гибели Зульфикора близкие узнали всего несколько дней назад. С ними связались российские военные и сообщили, что Зульфикор был убит во время боев под Бахмутом. Родственники погибшего рассказали, что на ногах и руках Зульфикора было много ранений. Они считают, что Зульфикор не собирался идти на войну. По их словам, после истечения тюремного срока он обещал вернуться в Таджикистан. У погибшего не было семьи. Он отправился в Россию для того, чтобы заработать деньги на свадьбу, говорят его родственники. О смерти Зульфикора его матери не сообщали до последнего момента. Мне сказали, что у моего брата будет какое-то торжество и привезли сюда. Я не знала, что он умер. Мне об этом сказали здесь. Я ничего не знаю. За последние два месяца это уже пятый случай гибели таджикистанца, который из российской тюрьмы попал на войну в Украине. По последним данным, в СИЗО и тюрьмах России содержится около 10 тысяч граждан Таджикистана. В Каракалпакстане не хватает бензина. Веренится машину, автозаправок растягивается на несколько километров. Для того, чтобы купить топливо, водители занимают места в очереди с ночи, пишет телеграм-канал БАСЕ. Эти видео прислали авторам канала из Тахтакупырского района и города Шимбай в Каракалпакстане. По данным Узбекистанского госкомитета по статистике, почти 80% бензина в прошлом году Ташкент импортировал из России. Тем временем, ошибки властей при подготовке к зимнему сезону обсудили в правительстве Узбекистана. Премьер-министр Абдулла Арипов заявил, что кабинет министров должен сделать выводы и не допустить подобного при подготовке к следующему зимнему сезону. В правительстве рассказали, что почти половина всей электрической сети страны эксплуатируется более 40 лет. Чиновники отмечают, что Минэнерго страны должно как можно скорее найти деньги на обновление электросети. А еще в ходе заседания стало известно, что Узбекистан планирует увеличить добычу газа на 10% до 56 млрд кубометров. 60% добытого топлива в стране приходится на государственный узбекнефтегаз. Остальное добывают иностранные компании. В Казахстане заканчиваются запасы лука. Цены на него могут резко подскочить. Об этом журналистам рассказал министр торговли Серик Жумангарин. По его словам, межведомственная комиссия на три месяца запретила экспортировать этот овощ. Чиновник рассказал, что властям Казахстана придется покупать лук у соседей. Жумангарин заявил, что правительство уже заключило первые контракты на его поставку из Таджикистана. Нынешних запасов овоща, в том числе и импортного, хватит до апреля, обещает чиновник. В будущем Кабмин будет вести переговоры о поставках овощей из Узбекистана и Пакистана. Министр торговли считает, что дефицит лука образовался из-за того, что его вывозят из Казахстана по серым схемам. Между тем, о серьезных проблемах с запасами лука сообщали и в Узбекистане. Там большая его часть замерзла. За первую половину января страна уже импортировала более 3000 тонн этого овоща. Большую часть партии Ташкент закупил у Казахстана, который теперь заявляет о его дефиците. В Туркменистане в срочном порядке стали развешивать портреты Берду Мухамедова-старшего. Руководители госорганов и бизнеса обязались сделать это до конца недели. Изображение экс-президента по новым правилам должно висеть рядом с портретом действующего глава государства Сердара Берду Мухамедова. Об этом сообщает радио Затлык. Распоряжение поступило сразу после того, как Гурбангулы Берду Мухамедов стал председателем главного законодательного органа страны – Халк Маслахате. Власти предъявляют к портретам определенные требования. Фотография Берду Мухамедова-старшего должна располагаться справа от портрета его сына. При этом оба изображения должны быть одинакового размера. Бюджетникам, которым раньше приходилось тратиться на покупку только одного изображения, теперь приходится сдавать деньги на покупку сразу двух портретов. Журналисты Азатлыка пишут, что в свете новых требований руководство школ намерены возобновить сбор денег на портреты с учеников. Так, на изображении отца и сына Берду Мухамедовых балканским школьникам придется сдать в среднем по три доллара. И это были главные новости к этому часу. Всего доброго.